В эфире информационного канала Севастополя программа Время Икс. Меня зовут Николай Скребец. Здравствуйте, уважаемые друзья. А у нас в гостях депутат Государственной Думы России Дмитрий Анатольевич Белик. Здравствуйте. Здравствуйте, Кенгалович. С очередным прибытием вас на родную севастопольскую землю. Ну а говорить сегодня будем, опять же, о разносторонней, многотрудной депутатской деятельности. И хотел бы начать, в общем-то, с самого интересного, наверное, для севастопольских избирателей вопроса информирования депутатской деятельности. Статья 8, если мне не изменяет память основного закона ФКЗ-3 о статусе члена Совета Федерации, статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания. Предполагать, что депутат, ну, имеет две таких формы информирования населения о своей деятельности. Во-первых, в ходе встречи, а во-вторых, посредством средств массовой информации. Как часто вы пользуетесь одними и другими? И одним и другим пользуемся, вот по мере возможности. У нас, у меня сейчас региональная неделя, на этой неделе мы побывали и встречались в Нахимовском муниципальном округе, в Каче, в Гагаринском районе. То есть мы и с депутатами муниципалитета встречались с людьми, посмотрели, как реализуется программа, федеральная целевая программа. В частности, программа «Городская среда», инициатором которой была фракция «Единая Россия» в Государственной Думе. Выделение этих средств в размере 30 миллиардов на всю Россию. То есть это благоустройство дворов, детские площадки и так далее. Общественных территорий. Да, общественных территорий. Кроме этого, безусловно, прием, вот сегодня у меня буквально полтора часа назад закончился прием, порядка 30 человек было, это люди, которые приходят со своими вопросами, с которыми мы общаемся по тем законам, которые мы принимаем по тем действиям, которые я произвожу как депутат Государственной Думы на телевидении регулярно. То есть информирование своих избирателей о том, что принято Государственная Дума, что планируется, какая моя позиция по тем или иным вопросам, которые касаются Севастополя. А вот год работы я проводил отчет с приглашением и общественных организаций, и ветеранских организаций. И просто севастопольцев, донося свою позицию по тем или иным вопросам, в газетах спецвыпуск был у меня где, конкретно по пунктам, что сделано, что планируется, какие законопроекты внесены, где я поучаствовал как депутат. Ну и планирую так же, вот с вами общаемся тоже, это тоже информирование избирателей. Да, и в общем-то наши избиратели на информационный голод не жалуются. Во всяком случае, я таких примеров не знаю. Одной из форм деятельности депутата, естественно, является законотворчество, то есть это право внесения законопроекта в Государственную Думу. Сколько их было внесено вами непосредственно, либо коллегиально. В соавторстве. В соавторстве, да. Вот если я не ошибаюсь, вот последняя цифра, 65 законопроектов, которые мы внесли, я, мои помощники, плюс коллеги-депутаты по Государственной Думе, разные коллеги, где-то мы с крымчанами вместе законопроекты вносим, которые касаются продления переходного периода, в том числе для виноделов мы это вносили, для школ и больниц Севастополя и Крыма, поскольку стандарты, которые в Российской Федерации есть, у нас не все медицинские учреждения подпадают, поэтому нужно время. Обязательная установка приборов учета общедомовых, которая была в 2017 году, тоже мы носили законопроект. Иногда это в соавторстве с законодательным собранием Севастополя. То есть разные формы, много законов, которые касаются Севастополя. Это и о валежнике, который позволяет севастопольцам, это касается людей, которые живут в сельских зонах, собирать валежник. И раньше это было невозможно, это каралось административным штрафом достаточно большим. Сейчас мы людей освободили от этого, поэтому иногда это помогает людям, которые собирают валежник, и для отопления есть удаленные дома, в которых нет ни газа, ни других возможностей отапливаться. У вас сложилось успешное взаимодействие с крымскими депутатами? У нас нормальное ровное взаимодействие, то есть есть вопросы, но я хочу подчеркнуть. Взаимодействие рабочее, но я везде, ну не то, что я везде, я очень четко позиционирую, что я представляю отдельный субъект, город-герой Севастополь. И вы знаете, мне очень приятно выходить на трибуну и говорить, даже по Крымскому мосту было политическое выступление, от фракции я выступал. Я везде подчеркиваю, что да, это общая победа, победа России, это победа президента, открытие такого моста. Но я всегда стараюсь подчеркнуть, что севастопольцы особенно гордятся, потому что нам выпала честь жить в городе-герое, и на самом деле это, наверное, счастье для любого человека, и большая честь. Но, к сожалению, иногда Государственная Дума принимает акты, я бы не сказал несправедливые, но спорные, скажем. Вот в апреле Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении штрафов за нарушение ПДД в Севастополе, приравнял наш город, в общем-то, не в зарплатах, а в штрафных санциях. Я знаю это. Вы намерены что-то делать? Я знаю этот законопроект, его вносило законодательное собрание Севастополя, он принят в первом, не во втором, он принят в первом чтении, на самом деле, да, есть. Он касается приравнивания Севастополя к городам федерального значения Москве и Санкт-Петербурга, это касается приравнивания в сфере ужесточения миграционной политики, то есть те люди, которые приезжают и не регистрируются там, ужесточение по штрафам, на мой взгляд, вполне может эта норма остаться. И вторая норма это увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения. Хочу сразу сказать, что ну и внесена поправка как депутатам от Севастополя, да, уже внесена, и ко второму чтению она будет рассмотрена, и я надеюсь и уверен, что она будет принята, убрать этот пункт, где мы приравниваем автомобилистов нашим к автомобилистам Санкт-Петербурга и Москвы, поскольку логика очень простая, что нельзя этого делать, поскольку Москва и Санкт-Петербург хоть являются городами федерального значения, как и мы, но там уровень зарплат выше, поэтому здесь нам, здесь это не тот вариант, где мы должны с ними подравниваться, скажу больше, и позиции правительства совпадают, они внесли аналогичную поправку для рассмотрения ко второму чтению, поэтому могу успокоить наших автомобилистов от увеличения штрафов именно из-за того, что мы город федерального значения, надеюсь, нас не ждет, но уверен, я думаю, поправка эта будет принята. Хорошо, потому что ажиотаж такой проклятый. Да, я знаю, что он был. Возвращаясь к вашим встречам и личным приемам наших избирателей к законам, вам дано право немедленного обращения к должностным лицам, ко всем причем, должностным лицам по немедленному пресечению нарушений права и свобод сограждан наших. Часто ли вам приходится пользоваться этим инструментом, ну вот, может быть, по результатам данных встреч? Ну, я вам, знаете, хочу сказать, буквально неделю назад был у нас, ну, может, не инцидент, но такой достаточно неприятный случай, когда, по большому счету, ограничили проход на пляж Солнечный в парках Матовой, то есть вот была такая ситуация, мне начали звонить, ну, по большому счету казус, я этим воспользовался, то есть я отправил обращение в правительство города Севастополя, но губернатора провели соответствующие там переговоры и очень быстро на это отреагировало правительство, за что хочется сказать добрые слова, то есть это именно взаимодействие, когда вот мы очень быстро решаем проблему, ну, на самом деле, почему мы должны севастопольцем там ограничивать их, люди у нас работают, это понятно, приезжим можно какие-то там лимиты ставить, а у нас человек перед работой в 7 утра может прийти искупаться там 30-40 минут, собраться и уехать на работу, это нормально, поэтому это один, это вот просто один из вопросов. Право на свободу передвижения, трудное право, да, ограничивать его. Да, и на самом деле обращаются вот с подобного рода вопросами, которые касаются вот огромного спектра и касаемо там, и не могут люди получить гражданство, хотя нету на это предпосылок, и там касаемо там каких-то жилищных вопросов, коммунальных вопросов, с разными вопросами, абсолютно с разными приходят. Вот мы сейчас буквально час назад приходили, облагодарили бывшие военнослужащие украинских вооруженных сил, мы несколько раз обращались к министру обороны по поводу наделения их жильем, они имеют право получить и стояли в льготной очереди, а по большому счету вот после перехода в Российскую Федерацию возникли там нюансы, там определенные законодательством, обращение в Министерство обороны неоднократное вот мое, как депутата Госдумы, возымело действие, и вот вышел указ президента, его готовила Минобороны, и люди пришли благодарить, что уже есть этот указ, теперь у них осталось только дождаться получение квартир, но по большому счету мы сдвинули эти вопросы с мертвой точки, приходится с министрами встречаться по многим вопросам, по Севастополь почте приходилось встречаться с министрами, с министром ТОДА и социальной защиты, много таких вопросов, которые севастопольцы задают, и я их просто обязан по долгу своей работы использовать максимально те полномочия, которые даны мне законом. Вот, кстати, вы упомянули, да, Севастополь почта, ну а что необходимо предпринять, чтобы вот, ну, наша почта получила самостоятельный статус, мне эта ситуация напоминает, понимаете, вот ту историю с Норвегией, когда, значит, Швеция охраняла их границу, ну и мне это было выгодно, я думаю, что наша почта не в том состоянии, чтобы ей кто-то вот так помогал. Наша почта, я вас уверяю, вот сейчас Государственная дума приняла закон об акционировании почты России, это первое, у нас уже на Севастопольской почте даже, вот, кажется мелочь, даже штемпеля все поменены, у нас не Крымская почта, уже теперь Почта России, мы не будем подчиняться Крыму, будем подчиняться напрямую Москве, как это, собственно говоря, было. Это один вопрос, но и второй, самое главное, чем мы сейчас тоже будем заниматься, вот в конце прошлого года я с министром связи и массовых коммуникаций, тогда был Никифоров, сейчас у нас другой министр, но тем не менее, суть дела не меняется, будем добиваться той ситуации, чтобы у нас не были, зарплаты были выше, чем в других субъектах, у нас особая специфика, то есть тогда нам удалось добиться дополнительно, по-моему, около 10 миллионов рублей мы, ну, в хорошем смысле, выбили для наших почтовиков и будем этим вопросом заниматься, поэтому почта у нас севастопольская и российская, это самое главное, при всем при том, что мы любим соседей из Крыма, но мы отдельный субъект. Вот, хорошо, самостоятельный. И последнее, буквально несколько минут, секунд остается, как вы оцените закон, который, в общем-то, управляющие компании потеряли, такой монополизм, монопольное право взимать с жильцов деньги за предоставляемую услуги? Это очень хороший закон, сразу скажу, это была инициатива президента, для него был сделан такой очень хороший анализ, потому что получалось, что зачастую управляющие компании собирали деньги жильцов и часть этих денег не доходило до энергопоставляющих компаний, что вызывало там определенные коллизии, перебои в работе, теперь имеют право любой человек заключить прямые договора с водоканалом, с теплосетью и с другими поставляющими организациями и перейти на прямые расчеты. Это дает то, о чем вы говорили, право передвижения, это право выбора человека, хотите, используйте для этого управляющую компанию, хотите, заключайте прямые договора, что, собственно говоря, я бы советовал людям сделать. Это нормально, это нужный закон, важный для севастопольцев и внесенный нашим президентом. Инициированный нашим президентом. Время нашей программы. У нас быстро всегда пролезали. Да, и стекло, у нас вообще был депутат Государственной Думы. Наш дневник, Дмитрий Анатольевич Белик, спасибо за участие в этой программе. От всей души желаю вам успеха во всей вашей деятельности, во благо родного города Севастополя, ну и России, естественно. Всего вам самого доброго. Всего доброго нашим телезрителям. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова